Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Алюни и Катюня. Всё просто. Влог называется «А мы поехали отдыхать» и ещё другие дела. Короче, ребят, позорники. Поехали отдыхать. Полролика ехали и всё никак не могли доехать. Ну, вначале Алюня отчиталась, что Калюня её поцеловал, да? А на видео они это не показывали. Мы же, говорит, друг друга снимаем, поэтому неудобно. Ребят, я сразу вспоминаю этот огород, где они друг друга снимают. Но это настоящий цирк. Это же надо постановочное такое видео писать, чтобы друг друга снимать, как позируют на камеру, с лопатами, тяпками. Это просто смех, ребят. Ну, серьёзно, как будто штатива нету. И есть же у неё штатив. Значит, Алюня рассказала, что ни у кого ничего у неё там не получилось прийти на днюху. Только согласилась Ирочка. Это та, которая не любит, когда её показывают. Якобы она у неё там сидела с трёх до девяти вечера. Прикиньте. И всё. А больше никто не смог прийти. Поздравить. Видимо, уже подружайки больше с Алюней не общаются из-за её грязного рта. Вот тебе и дружба. Вот тебе и подружки. Ну, и Колина мама лежит с давлением. У Полины, у ребёнка сопли. В итоге, в день рождения вчера, Коля был на работе, А к Алюне пришла только Ирочка. Во дворе стоит два букета. Колин и Иркин, наверное. Значит, собираются в поездку. Коля нереально прям такой загадочный. Сказал, зачем-то в город заедут. А на лице просто, ребят, тайны мира. Ну, Алюня перед поездкой стоит во дворе и говорит. Спасибо всем нам за моё поздравление. Вот молодец. Сама себя поблагодарила. Конечно, цветы себе подарила, Денег в конвертик насыпала. Зрителей благодарила за доброту, теплоту. И сказала, что много было и плохих пожеланий. Но это она не стала терпеть. Всё удаляла. Вот так и прошёл день рождения. Сидела, чистила канал. И оставляла только слащавые бутафорские поздравления. Ну, а что оставалось Алюне? Значит, едут в город. Коля светится от загадочности. А Алюня перебирает. Мы в ресторан едем. Там мы не одеты. В магазин мне за кольцом. Ну, Коля ей, типа, мечтал кольцо подарить. А она, типа, отказалась. Нет-нет, ей некуда носить, надевать. А Коля сияет. А Оля светится и мечтает о чём-то сказочном прям. Ну, зачем мы в город заехали? В ресторан? В ресторан? А Алюня всё включает такую, знаете, всю из себя вопросительную, как будто в ожидании какого-то, я не знаю, сверхъестественного прям чуда. И тут Коля жестом заправского матча крутит. Роль резко подъезжает к своей работе. И Оля такая вся счастливая, аж до слёз, ребят. На весь армавир орёт «Ура!» зарплата. Трэндец, ребят. Коля бежит, получает эти деньги свои, да. Как будто в первый раз Алюня вся в восторге, будто о таком она и не мечтала. Всё, жизнь, получается, удалась. Вот это, ребят, сюрприз. А она в дороге опять вспоминала, как однажды ей Коля подарил камин. А она о таком и не мечтала. Хотя как-то сказала, что заранее сама его выбирала. В общем, ребят, одна фальшь и враньё. Полвидеоролика, ребят, прошло, а толком нет никакого сюжета. Вот только вот этот вот момент счастья от неожиданной зарплаты Коли. Вот это позорище. Коля ей свою зарплату подарил. В общем, едут дальше. Ну и дальше, ребят, как всегда. Да, Алюня трещит, машина гремит, у меня уже аж в голове загудело, и она всё никак не успокоится про зарплату Колину. Такую хрень сказала, что она забыла, что конец месяца и что зарплата. Ага, родилась в конце месяца и не помнит, что конец месяца. Ну а дальше, ребят, ну правда, практически нечего смотреть. Серьёзно, ребят, ну просто от слова совсем. Жужжала всю дорогу. Одни какие-то воспоминания, как они раньше отмечали дни рождения. На улице дождь, холод, 12 градусов. Ну и они подъезжают к санаторию Лаба. По пути веточки вдоль дороги посадили. Ой, какие веточки, кажется, это ясень. Ясень дерева. Совсем ку-ку, слушайте. Ну совсем ку-ку. Ну и по дороге Алюня опять мечтала о ресторане. Может, всё-таки поехать в ресторан. Да вот, они в спортивных якобы костюмах. И она уже намекала, что она готова ресторан даже сама оплатить из подаренных денег. Какие надаренные, если её двое поздравили. Короче, потом сказала, что ладно уж, поедут в санаторий. Еды уже набрали полные сумки. Ресторана, короче, ребят, не будет. А как мечтала, как мечтала. Про брата ничего не сказала. Поздравил или нет? Ну, наверное, думаю, что нет, потому что она бы уже прокричала. Ну вот и всё, ребят, приехали. Продолжение следует. Сплошная реклама санатория. Цены называла, что скидки. Сколько там сутки отдохнуть. Наивная Алюня, какие там сутки? Зачем к Алюне с ней ночевать? Сейчас пожрут и домой-обратно. И показывать в санаторий не стали. Наверняка завтра просто скажут, что волшебно отдохнули. Просто показывать не стали. Ну, в принципе, уже не завтра, а получается сегодня. Жуткий позор, ребят. Дня рождения так и не было. Ну, и ещё что-то там прокукарекали три раза, что такое счастье, такое счастье. Вчера на почту пришла посылочка. Сегодня Коля её получил. Мы вам потом расскажем. Надо же, какое совпадение. Прямо в день рождения Алюни пришло. Тут или подарок от зрителей, может быть. Но, скорее всего, опять товар на рекламу. Опять, интересно, скроют и будут как раз-таки приписывать это всё к днюхе. Или всё-таки будут маркировать товар, который получают на рекламу. Вот такой позорный день рождения был у Алюни. Не то, что в прошлом году. Помните, как в ресторан ходила? На самом деле, ребят, ресторан – это была такая показуха. Пару человек трещало про эту днюху полгода. Полгода готовилось. А сколько раз она тыкнула в экран кольцо, я уж, блин, сбилась со счёта. Ребят, похоже, там всё сложно. С Калюней, я думаю, что отношения напряжённые. Ну, и игра на камеру – это всё то, что мы видим. Ну, и смотрите, Колина родня чё-то как-то совсем отдалилась от Алюни. Понятное дело, за её грязный рот и за днище, которое не держит никакую информацию. И всё вываливает в видеоролики. Ну, и также, ребят, подружки. Что-то давным-давно и не слышно, и не видно. Алюниных подружек, которые раньше, ну, с удовольствием участвовали в её съёмках. Ну, а про Полину всё понятно. Алюня, видать, решила бортануть их за то, что Полина не позвала свою мачеху на днюху Ульяны. И я думаю, что Алюня решила таким образом, ну, сказать, что мы не отмечаем Коля на работе, и умотать якобы отдыхать. Ну, дабы таким образом к ней не пришли гости, которых она, возможно, не хочет видеть. Ну, и, собственно, её, я думаю, тоже не особо желают видеть. Ну, а кто виноват? Естественно, виновата сама. Меньше языком трепать нужно и перемывать кости и родным, и близким, и чужим. Вот поэтому и получается, что из-за грязного рта и языка остаётся одна. Ну, знаете, Алюня очень любит отчитываться мне. Да, как только я что-нибудь скажу, начинается прям съёмка отчёта срочным образом. Глядишь, скоро приедет Полина на съёмки или Алюня попрётся туда. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду прощаться. Всех обнимаю. Всем пока-пока.